у тебя бывают времена когда небо падает на тебя бывают и у меня бывают в такое время дышать тяжело а думать тем более но это поправимо если ты будешь знать как выйти из этой ситуации помни телом управляет мозг они тела мозгом когда мозг принимает много негативной информации он начинает сильно влиять на твое психологическое благополучие потому как выделяется кортизол и падает уровень серотонина и ты становишься вспыльчивым и мышление твое теряет пластичность и гибкость ты не преклонен правда я тоже почему потому что мозг зацикливается на негативных мыслях и начинается деградация из-за токсичной информационной среды а сейчас это информационная среда очень токсично и нам с тобой надо выжить во что бы то ни стало заметил что одно по одному ты месяц своей голове целый день прихватывая ночь поэтому уме переключаться ищи постоянно новое не циклись а еще позитивные эмоции которые ты можешь получить от новой и полезной информации а еще лучше если информация не просто нова и полезна но и заставляет поломать голову под напрячь мозги вот тогда и поднимается дофамин серотонина которые улучшают психологическое благополучие и пластичность мышления видишь как просто помни тело не должно руководить твоей головой оно лишь дает сигналы а ты научись читать ведь о физической тренировке решаешь ты и приучаешь свое тело получать от нее удовольствие которое должно перерасти в привычку но если привычка не случилось значит не твое займись другим руки опускаются потому что мозг так решил они твое тело заставь мозг работать в сторону жизни они ее угасание это важно не живи в ожидании чудо 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 не будет дело его сам как говорил марк аврелий у вас есть власть над вашим разумом они над внешними событиями осознайте это и найдете силу дорогу осилит идущий помни это не стой на месте расти а